добрый день уважаемые форумчане сегодня у нас тема мастер-класс по утеплению сложной мансардной крыши начать я бы хотел с минутки теории чтобы понять почему у нас заданная толщина изоляции в москве и московской области обычно составляет 200 250 миллиметров и откуда эта толщина берется стандартом для скатных крыш московской области является толщина утепления 200 250 миллиметров 200 по скату и 50 миллиметров поперечного утепления откуда берутся эти цифры берутся они из sp50 тепловая защита зданий где у нас указывается требуемое сопротивление теплопередачи в зависимости от региона и его климатических условий а также от типа конструкции то есть для скатной крыши для стены и для перекрытия первого этажа эти требования будут разные для крыш московской области это четыре и пятьдесят семь сотых метр квадратных на градус на ватт при толщине утепления в 250 миллиметров и теплопроводности лямбди б сорок одна тысячная вата на метр на келью мы имеем 25 процентный запас он нам обеспечит перекрытие всех мостиков холода а также перекрытие потерь тепла через стропильный каркас затраты на отопление у нас обратно пропорционально термическому сопротивлению а термическое сопротивление в свою очередь считается как толщина изоляции в метрах деленная на теплопроводность соответственно чем больше у нас толщина изоляции или чем ниже ее теплопроводность тем меньше у нас будут затраты на отопление при эксплуатации дома формула полностью это единица деленное на термическое сопротивление умноженное на градуса сутки отопительного периода по sp 131 для вашего города и умноженные на двадцать четыре тысячных это будут тепловые потери в киловаттах на 1 метр квадратный вашей конструкции за весь отопительный период, то есть с сентября по примерно май. Выбор утеплителя в первую очередь зависит от конструкции крыши. В данном случае у нас крыша сложная, здесь большое количество плоскостей, поэтому лучше всего выбирать утеплитель с большей толщиной и с повышенной упругостью. У заказчика на этом объекте были повышенные требования к безопасности и экологичности. Также, так как здесь в кровельном покрытии идет металлочерепица, она при осадках очень шумна, поэтому также еще дополнительное требование это звукоизоляция. Поэтому на этот объект мы заказчику предложили утеплитель минерального вату на основе акрилового связующего. На этом объекте мы делаем утепление изнутри, как вы видите. Утепление изнутри имеет большое преимущество, это то, что когда мы утепляем крышу, мы точно утеплитель не намочим различными осадками, и мы эту работу можем делать не спеша, качественно укладывать утеплитель между стропил, качественно проклеить пароизоляционную пленку, качественно проклеивать диффузионную мембрану. Паропроницаемую мембрану мы обязательно должны проклеить специальной лентой, для того, чтобы холодный воздух у нас не попал в утеплитель, и конструкция у нас получилась максимально качественная и максимально энергоэффективная. Для надежной фиксации утеплителя плита материала должна быть больше на 10 миллиметров, чем внутреннее расстояние между стропил. Если изоляция установлена некачественно, и у нас между утеплителями стропильной системой будет хотя бы зазор в 10 миллиметров, то это приведет к повышенным теплопотерям и, возможно, даже образование конденсата на внутренней поверхности пароизоляционной пленки. Обязательными элементами скатной крыши являются пароизоляционная пленка, минеральная изоляция, паропроницаемая мембрана с проклеенными стыками, вентилируемый зазор между паропроницаемой мембраной и кровельным покрытием. Пароизоляционная пленка отсекает теплый и влажный воздух помещения от попадания в ограждающую конструкцию. Минеральная изоляция выполняет теплоизолирующую и звукопоглощающую функцию. Диффузионная мембрана защищает нас от атмосферных осадков и продольной фильтрации воздуха, но при этом позволяет небольшому количеству пара выходить в вентилируемый зазор без образования конденсата. Для эффективной работы конструкции скатной крыши между диффузионной мембраной и кровельным покрытием обязательно должен быть вентилируемый зазор порядка 50 миллиметров. Когда мы делаем утепление изнутри, в идеале нам использовать один мат для того, чтобы максимально качественно закрыть межстропильное пространство. Но из-за того, что у нас крыша сложная, поэтому мы разделили утепление грубо на три части. Первая – это зона мурлата. У нас вот эта часть имеет такую небольшую трапецию, поэтому мы берем три куска утеплителя толщиной 50 миллиметров и делаем из них как бы такую трапецию. Вариант номер два – у нас есть вот такой вот небольшой прямоугольник, который мы также заполняем утеплителем. И вариант номер три – мы уже берем большой цельный кусок и утепляем этим утеплителем до вот этого прогона. Нарезку изоляционных материалов большой толщины лучше всего производить в поджатом состоянии, используя шаблон из листового материала и строительный сегментный нож. Поджимая изоляцию по всей плоскости, мы можем произвести ровный, качественный, а главное – перпендикулярный рез. Если расстояние между стропилами больше 60 сантиметров или значительно меньше, то для уменьшения обрезков можно использовать рулонные материалы с повышенной упругостью. После того, как мы сделали утепление крови, нам необходимо установить пароизоляционную пленку. Пароизоляция – это обязательное мероприятие при утеплении крыши и обязательно пароизоляционную пленку нужно везде проклеивать. В данном случае мы проклеиваем стыки, пароизоляционной пленки, мы проклеиваем пароизоляцию к стене. Если у нас идет какая-то отштукатурная и пыльная часть, то мы обязательно ее должны отгрунтовать. Желательно также для того, чтобы создать максимально воздухонепроницаемую конструкцию, все скобы, которые у нас идут в тех местах, где мы крепим обрешетку, устанавливать специальный уплотнитель для того, чтобы у нас конструкция получилась максимально парой воздухонепроницаемой. Если хотя бы один погонный метр мы пароизоляционной пленки не проклеим, то в сутки у нас может попасть в 18 раз больше водяного пара в конструкцию кровли. После того, как мы смонтировали пароизоляционную пленку, мы устанавливаем шаговую обрешетку шагом примерно 300 миллиметров. В данном случае у нас сухая строганная доска 20 на 150. Она нужна для того, чтобы у нас здесь можно было проводить какие-то коммуникации. Также можно делать внутреннюю отделку. Соответственно, когда мы будем делать внутреннюю отделку, мы не будем дырять пароизоляционную пленку. Когда у нас в крыше есть какие-то сложные части, в данном случае у нас вот есть, например, ригель, нам также необходимо пароизоляционную пленку в этом месте сделать герметично. Для этого идеально подходит вот такая вот пластичная лента, которая хорошо тянется и хорошо обходит вот эти вот все сложные места. Для хорошей адгезии, приклеивания ленты к какому-то основанию необходимо качественно зафиксировать ее металлическими роликами. Снова минутка теории. Давайте разберемся, что такое точка росы и где ее искать. Точка росы – это температура, при которой воздух с растворенной в ней влагой достигает 100% влажности. Важно понимать, что влажность воздуха – это величина относительная, зависящая от температуры. Например, 100% влажность воздуха при 20 градусах Цельсия – это 17 грамм воды на метр кубический, а при 0 градусах 100% влажность – это уже 4,8 грамма. Если мы охладим кубический метр воздуха с температурой 20 градусов и 100% влажностью до 0 градусов, мы получим 12,2 грамма воды, а относительная влажность воздуха так и останется 100%. Именно поэтому герметичность пароизоляции так важна в каркасной конструкции. Давайте подведем итог. В правильно спроектированной неправильно смонтированной скатной крыши с герметичной пароизоляцией, с эффективным утеплителем, с паропроницаемой мембраной, с вентилируемым зазором между ними и кровельным покрытием точка росы отсутствует, точно так же, как и конденсат.